На 777. Приходим всем. Также Украина сказала, что она разрабатывает дальнобойные беспилотники и будет их использовать для атаки вглубь России по военным объектам и военным предприятиям. Россия тогда тоже подумала, что ну это какой-то прикол. Правда смешно перестало быть намного-намного раньше, чем сегодня, потому что уже были атаки украинских беспилотников на российские объекты топливной инфраструктуры и военные объекты. Однако сегодня правила игры вновь поменялись. Вновь увеличен радиус поражения украинскими дронами российской территории. 1200 километров. Вот сколько теперь могут пролетать украинские дроны. Об этом нам говорит прилет в НПЗ в Нижнекамске. Именно такое расстояние от ближайшей точки, откуда Украина могла запустить беспилотник. И конечно остаются люди, которые предполагают, что это все может быть запущено с российской территории. Один из них, кстати, Руслан Левиев, который предполагает. Но, если вы посмотрите на эти беспилотники, если вы посмотрите на их размеры, если вы попытаетесь представить, как можно фактически беспилотник размером с легкомоторный самолет пригнать через границу, найти для него аэродром для запуска и беспрепятственно запустить и отправить в полет к НПЗ или Калабуге, ну тогда у вас очень богатая фантазия. Поэтому на самом деле, ну многие аналитики сходятся в том, что это именно украинские дроны и запускаются они именно с украинской территории. И сегодня мы поговорим с вами о нескольких вещах. Во-первых, про эту атаку и как она меняет правила игры, что теперь придется делать России и почему России станет в несколько раз сложнее. Ну а второе, мы наконец-то поговорим с вами про эту Алабугу, потому что я давно хотел это сделать. Это один из самых выпиющих случаев, потому что Россия натурально хама с ядерными ракетами. Почему я так говорю? Потому что в этой Алабуге они буквально берут подростков, зачастую несовершеннолетних, и заставляют их там собирать дроны. Я не шучу, это не поклеп, это не там, не знаю, какие-нибудь либеральные источники. Они сами этим хвастаются, они сами это показывают, дети сами это рассказывают. Ну как дети, давайте честно, подростки 16-17 лет, это не дети, особенно когда они уже студенты. Но тем не менее, они буквально берут и, собственно, в три смены вот этих самых студентов, в кавычках, Алабуге, они их заставляют там работать. А потом заламывают руки и говорят, ах, украинцы бьют по российским студентам в Алабуге. Так кто этих студентов поставил на военный объект собирать военное оружие, дроны, камикадзе? Я вас спрашиваю, кто это сделал? Ну, в общем, такой натуральный прям Хамас, который прикрывается подростками для того, чтобы, когда наносятся удары, заламывать руки. С Украиной это не сработает, очевидно. Ну, то есть, типа, Украина прилетела по объедному объекту, поразила военный объект. Все, будет поражать его дальше. Тем не менее, собственно, для того, чтобы вы вообще поняли, что там в этой Алабуге происходит, в том числе записывается этот ролик, потому что, наконец-то, есть повод об этом предметно поговорить. Но для начала давайте в целом про этот удар. Итак, удар совместный с СБУ и ГУР вместе, ответственные за эту операцию, по крайней мере, как заявляется. Дроны пролетели большое расстояние, в одном случае тысяча, в другой стороне 1200. Собственно, Нижнекамск, это тоже Татарстан, но он подальше немножечко, чем Алабуга. А Алабуга находится под Елабугой, километров 10. Это такая специальная экономическая зона. И раньше, когда ее делали, предполагалось, что это будет такая вот, не знаю, российская кремниевая долина. Что-нибудь такое. Действительно, там какие-то вот западные компании выкупали доли и даже планировали размещаться. Но после начала войны все оттуда ушли, а там начали производить вооружение. Ну, собственно, как это произошло, мы обсудим с вами чуть позже. Что произошло сегодня? Сегодня дроны туда прилетели. Мы видим, как один, все видели, наверное, эту запись, как один из дронов пикирует, и, соответственно, там большой взрыв. Ну, то есть, дрон нес на себя очень много взрывчатки. Также мы видим с вами фотографии разрушенного фактически общежития, вот в этой производственной зоне. И, собственно, это единственная фотография разрушения, которую мы видим. Но проблема в том, что сообщается о двух дронах. Поэтому моя гипотеза в том числе заключается в том, что второй дрон упал в цех. Просто этого никто не покажет. Ну, потому что это показывать запрещено, а там с телефонами вообще отдельное отношение. В любом случае, даже если в цех не упал, сама возможность долета так далеко, она уже ярко демонстрирует возможности Украины. Ну, и параллельно в Нижнекамский НПЗ прилетел тоже украинский дрон, а то и два. Ну, говорят, там один, значит, не долетел, а второй долетел. И попал в важнейшую установку, собственно, этого НПЗ. И, собственно, теперь будет проблема, опять же, распространяющаяся проблема у России с этим НПЗ в том числе. Вообще, мы отдельно с вами поговорим про российские НПЗ и про прилеты по ним дронам. Просто я никак не могу сделать этот ролик, потому что информация все время обновляется. Сегодня вот, например, вышла большая публикация, которая показывает, как это устроено. И даже говорит, что активно в этих дронах, которые бьют по НПЗ, используются технологии искусственного интеллекта. Ну, в общем, об этом, я надеюсь, в ближайшие дни мы сможем с вами поговорить предметнее. В любом случае, что это меняет? Почему эти удары обсуждают так активно? Дело в том, что чем больше возможность покрытия украинскими дронами российской территории, тем больше нужно двух вещей. Первое – это перевозить, собственно, производство или какие-то такие вещи дальше, если есть такая возможность. То есть уже это не является защищенным, ну, не то же защищенным, а это недоступным объектом. Второй вариант – это как раз защитить эти объекты больше. Ну, то есть что нужно для того, чтобы защитить от дронов? Нужна система обнаружения радиолокационной и нужно ПВО, которое будет с этим разбираться. Что касается этих дронов, что с ними может разобраться? Это могут быть панцири, это могут быть мобильные группы. Сейчас Россия начала, по примеру, Украина как раз создавать мобильные группы. То есть такой пулемет, ну, такой пулемет-зенитка на машине, и они будут ездить и сбивать. Но в чем проблема? Почему это, ну, сработает не так эффективно, как в Украине? Когда бьют по Украине гераньями, вот этими самыми шахедами, да, которые собирают в этой Алабуге, значит, это прям рой идет. Ну, то есть их какое-то количество, и вот берет под контроль мобильная группа определенную территорию, и вот там они рассредоточены ездят, сбивают. Так, Россия огромная, дроны, которые летят, летят скрытно, обнаружить их заранее не получается, когда они прилетают, ну, вот над слепыми зонами российского ПВО. Поэтому, ну что, эта мобильная группа поедет, я не знаю, из Ростова-на-Дону в Воронеж, а потом, значит, поедет в Татарстан? Ну, как вы себе это представляете? Я с большим трудом. В любом случае, как будто бы прям эффективного механизма все эти дыры закрыть нет, а ПВО столько тоже нет, поэтому остается либо пробовать это ПВО откуда-то перетаскивать, да, то есть его группировать где-то там, я не знаю, у военных объектов, у военных производств и всего остального, потому что резко нарастить невозможно. У России так мощности практически до предела разогнаны для производства, в том числе ПВО. Ну, либо сворачивать производство там, где они делают. Ну, либо просто, чтобы люди там умирали, я думаю, что у России с этим тоже все нормально, как бы нет проблем, пусть прилетают. И поэтому вот эта вот проблема с российским ПВО, она будет для России шириться, потому что Украина делает большую ставку на дроны, в том числе Украина активно рассказывала, что возможности у дронов по расстоянию, к которому они могут прилететь, увеличиваются. Дроны, кстати, эти делают, в том числе Антонов. Значит, расстояние эти увеличиваются, и количество этих дронов тоже увеличивается. Вообще Украина, у нее такая дроновая доктрина, они вполне себе понимают, что их возможность вот завалить этого Голиафа, это как раз сделать все более эффективно. Сделать более эффективные FPV дроны, сделать более эффективные наблюдательные дроны, сделать более эффективные дроны Камикадзе. Получится или нет? Опять же, вопрос открытый, но совершенно очевидно, что Украина более гибкая, более изобретательная с точки зрения того, что они производят и как они это используют. Ну и последний момент, связанный с этим, это конкретно с Алабугой, потому что я говорю, у меня к этому месту особые чувства. Ну, во-первых, я на самом деле очень люблю Татарстан, ну, конкретно Казань, но, помимо прочего, это Алабуга, меня раздражает тем, что там реально взяли и просто, ну, подростков заставили собирать дроны. И подростки эти оттуда выехать не могут, потому что за это штраф у них там полагается. То есть они как бы, ну, опять же, узнаете об этом чуть далее. В общем, короче, у них контракты заключаются, они заключают контракт как бы с университетом. Такие университеты, Алабуга, там все круто, супер. А потом оказывается, когда они приезжают, что их ставят просто собирать дроны, кстати, опасное производство достаточно, и там, значит, в три смены это все. А если разорвешь контракт, то у тебя штраф 2 миллиона рублей. Вот, поэтому, ну, типа, российское государство буквально использует подростков и их труд. Вот, я не говорю про законы, там все законы нарушены, все какие могут быть. Там подросток до 18 лет не может работать 12 часов в день, это запрещено, ну, и так далее. Вот, и при этом еще они такие, ха, смотрите, вот как у нас мощное производство, как мы все круто делаем, и мы еще даже не начинали. Ничего себе даже не начинали. В Великую Отечественную войну дети тоже работали на заводах. Ну, там уже прям дети-дети работали на заводах. Ну, это потому что всех мужиков выгребали, все мужики пошли вообще, ну, бороться с фашизмом и все такое. Здесь у вас что-то вот эти депутаты Госдумы не на оборонных заводах, насколько я понимаю. Вообще власть рассказывает, что всего хватает, все идут добровольцы в огромном количестве. А что у вас, подростки, тогда дроны собирают? Лучше бы у вас вообще никто дроны не собирал, чтобы вы ни с кем не воевали. Потому что уже и 90-е вернулись, потому что все стреляют на улицах направо и налево, и подростки у вас оружие теперь собирают, а вы потом заламываете руки. Это что вообще такое? Ну, тем не менее, вот сам факт того, что родители, в том числе этих детей, они такие, ну, ладно, нормально, это какое-то вопиющее, на мой взгляд, абсолютно людоедство. И я надеюсь, что хотя бы после этой истории родители этих детей просто скажут, идите, б***ь, со своими двумя миллионами, просто заберут своих детей, и все. И как минимум, там, прекратится эта часть вот этого абсолютно людоедского режима. Так, давайте теперь поговорим про саму Алабугу, про этот завод, какой там масштаб, и действительно ли там работают подростки, и как я могу это доказать. Ну, во-первых, давайте посмотрим с вами официальное видео, где просто показано, что они вот, они хвастаются, они рассказывают, что они в этой Алабуге делают. Давайте глянем, оно коротко. Вот здесь камера, и если убрать камеру, и ничего торчать не будет, то где-то он по 4 килограмм может быть. Создание корпуса, вот таким алфаратом. Значит, вот это лежат матрицы, в которых происходит формат, как написано. После того, как матрица покрасит, ее переносит сюда и наполняет... Вереги вот с этой... Да-да-да. Закрываем сверху обратной стороной, склеиваем, и при разрывании, расцеповании этих матриц мы получаем готовый... Она стабилизирована в полете и управляем. Вот, и интегрируем в различные камеры, тепловизоры, видеокамеры. А теперь переходим к расследованию издания «Протокол и разворот». «Разворот», точнее он называется. «Медуза» его пересказывала в свое время, у них довольно лаконичный пересказ получился, на него и будем опираться. В общем, на территории особой экономической зоны Алабуга в Татарстане организована массовая сборка боевых дронов из иранских комплектующих для российской армии. Об этом как раз говорилось вот в расследовании издания «Протокол» и YouTube-канала «Разворотэ». Алабуга — это особая экономическая зона ОЭЗ в Елабужском районе Татарстана. В 15-16-17-х годах она удоставила с титла лучшей ОЭЗ в Европе для крупного бизнеса по версии журнала «Ideal Intelligence» входит в группу Financial Times. После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину многие иностранные компании, планировавшие стать резидентами Алабуги и строить там свои предприятия, отказались от этих планов. Кроме того, из ОЭЗ стали уходить крупные резиденты. Среди них американский автоконцерн «Форд», который вышел из капитала совместного предприятия с российской группой «Солерс» по выпуску легких коммерческих грузовиков «Форд Транзит». По словам одного из источников журналистов, война стала болезненным ударом по бюджету Алабуги, а мобилизация — по человеческому ресурсу. На все предприятия спустили разнарядку по количеству людей, которых надо отправить на фронт. Источник журналистов утверждает, что сотрудники военкоматов приходили в отдел кадров, туда вызывали работников Алабуги и прям с завода отправляли в военкомат. Этим было недовольно руководство ОЭЗ. В результате там начали нанимать добровольцев для отправки на войну, формально зачисляя их в штат на позиции младшего персонала и передавая военкоматам в рамках разнарядки. После того, как этот способ перестал работать, руководство Алабуги решило взять небольшой оборонзаказ, чтобы сотрудники получили положенную государством отсрочку от мобилизации. По словам собеседника журналистов, изначально Алабуга планировала производить бронежилеты, но придумать соответствующий проект не удалось. В ноябре 2022 года ОЭЗ посетил вице-премьер Денис Мантуров, который, как утверждает источник, планировал продавить производство именно дронов на мощностях Алабуги и сделал это успешно. Как утверждают авторы расследования, в Алабуге происходит сборка дронов-камикадзе с Шахет-136, комплектующие для них полностью поставляют из Ирана. Я отдельно скажу, что это расследование было в июле 2023, то есть с этого времени немного там изменилось все, то есть там комплектующие теперь не только из Ирана, но есть и российские, вообще они стараются все это локализовать, что называется, но держите в голове, что это расследование еще середины лета прошлого года. По информации журналистов, договор с Ираном подразумевает обучение специалистов из Алабуги на территории иранского производства. Первая подобная поездка состоялась в марте 2023, год назад. В июле 2023 обучение проходили старшие специалисты и основной менеджерский состав. Предполагается, что такое обучение в Иране пройдут более 200 человек, в том числе специалисты среднего звена и студенты, по крайней мере на тот момент предполагалось. Договор подразумевал передачу с иранской стороны конструкторской документации, которую иранские и российские инженеры совместно дорабатывают. Они также адаптируют процессы под российские реалии и потребности. По словам источника, Алабуга не закупала сами дроны, а только получала право на организацию производства беспилотников. Журналисты сравнивают это с покупкой франшизы. Предполагается, что в будущем импорт комплектующих из Ирана будет снижаться. Сначала из списка ввозимых товаров планировали убрать корпус дронов, так как он прост в производстве, затем GPS-модуль и процессор, потому что они в иранских беспилотниках достаточно примитивны. Видимо, потом это все и сделали. После этого в Алабуге планировали научиться делать двигатели. Это утверждалось в расследовании. Там также планировалось построить цех по производству боевой части дронов, но говорилось, что это займет время. По данным расследователям, ангар, где собирают дроны, на тот момент занимал 40 тысяч квадратных метров. Это примерно 6 футбольных полей, чтобы вы понимали. За вот следующий год как раз, то есть к моменту к нынешнему, руководство Алабуги планировало перенести производство части деталей на территорию экономической зоны, а также автоматизировать его. Источник журналистов утверждал, что итоговая площадь ангаров будет больше 100 тысяч квадратных метров. Но сейчас они, по-моему, кстати, и движутся к этой цели, к этой цифре. Журналисты сравнивали это с отдельной деревней, которая занимается только производством дронов для российской армии. В предположении журналистов также оказалась Excel-таблица с вопросами о дронах для иранской страны, в том числе о производстве аппаратов и отдельных частей для них. По словам источника, это документ, составленный в самом начале сотрудничества. В одном из столбцов перечисляются компании «Альбатрос», «Авиатест», «Аэро», «Суперкам» и «Алабуга». Все они, как отмечается в расследовании, связаны с особой экономической зоной. Вашингтон-Пост со ссылкой на данные американской разведки еще в ноябре 2022 года писала, что представители России и Ирана договорились о производстве сотен иранских беспилотников на российской территории. В начале февраля 2023-го Wall Street Journal сообщила, что власти России и Ирана рассматривали возможность построить в Елабуге завод по производству иранских дронов Камикадзе «Шахет-136». По информации издания, 5 января Татарстан посетила иранская делегация, которая осмотрела пустующую площадку под строительство. Предполагалось, что на заводе в Татарстане будут выпускать не менее 6 тысяч беспилотников в год. То есть, что мы имеем? Мы имеем абсолютно доказанный факт того, что вот эта вся экономическая зона, Алабуга, она была отдана под производство дронов. У нас есть видеозаписи непосредственных, ну, как бы они хвастались, они буквально хвастались, что они там производят дроны. У нас есть данные американской разведки, у нас есть данные западных медиа. Да и у нас все есть. Ну, слушайте, это вообще не вызывает вопрос. Но вот то, что там производят дроны, даже никто и не скрывает. Вы скажете, а при чем тут студенты? Это бедные несчастные студентики. Бедные несчастные студентики, которых, значит, посекло, судя по всему, принышно дарит. Ну, кстати, здесь, наверное, ирония моя не настолько уместна, сколько обычно, потому что, слушайте, ну, конечно, когда мы говорим о несовершеннолетних, здесь немножко другое вопрос. Понятно, что 17-летние убы, да, понятно, что еще полгода их, возможно, там через армию отправят на фронт. Но факт остается фактом, как бы. Мы презюмируем, что до совершеннолетнего возраста человек не имеет полноту, а полноту ответственности за принимаемое решение. Ну, то есть, типа, за какие-то имеет, за какие-то нет. Ну, в общем, из того, что вы узнаете дальше, вы знаете, что они в некой такой кабале находятся, и я надеюсь, что это тоже изменится после этих ударов. Ну, в общем, в любом случае, при чем здесь студенты, которым я, честно, абсолютно зла не желаю, это как бы не люди, которые сознательно пришли и такие, да, я буду строить оружие, чтобы убивать украинцев. Как бы это во многом жертвы обстоятельств. Другое дело, что их жертвы несравнимы с жертвой украинцев, по которым летят эти самые герани, эти самые шахеды, которые вырубают электричество, воду, отопление, которые прилетают в жилые дома и убивают там людей, да. Поэтому это здесь несравнимая история. И все равно каждый человек, даже если он подросток, должен понимать, что он делает, должен понимать, что он помогает строить оружие преступления. Да, конечно, взрослые дяди захотели его подрячь под это, чтобы им как живым щитом прикрыться. Но тем не менее, ну, подросток уже достаточно вообще обладает мыслительной деятельностью, по крайней мере, дееспособным частично становится 14, для того, чтобы понимать, что он помогает убивать людей. Но в любом случае, давайте больше поговорим о том, как там все это устроено и при чем тут вообще студенты. После начала полномасштабной войны России с Украиной в особой экономической зоне Алабуга в Татарстане, как мы уже с вами установили, было организовано массовое производство иранских ударных беспилотников Шахет, к сборке которых привлекают студентов колледжа Алабуга Политех. Об этом как раз говорится в следующей части расследования журналистов издания «Протоколы» и YouTube-канала РСВРТ. Алабуга Политех — это учебное заведение, обещающее студентам возможность освоить профессии будущего и зарабатывать до 70 тысяч рублей в месяц. Отдельно меня бесит, что огромное количество блогеров это рекламировало. Вот этих развлекательных блогеров на YouTube, да, на тот момент, может, они не знали или, может быть, до сих пор не верят, но они прям активно рекламировали, типа, это профессии будущего, вас научат там инженерному ремеслу, программистами станете. А по факту блогеры, которые это рекламировали, зазывали подростков на военный завод. То есть, еще раз, может, не знали, но вы зазывали подростков на военный завод. Подумайте об этом, господа блогеры вообще, до каких пор вы собираетесь на компромиссы идти, особенно те, которые не зигуют через это, что называется. Вот, это отдельный, конечно, пласт, вот это, вы знаете, айсберг, айсберг чудовищности, и вот это на этом айсберге чудовищности отдельный пласт. По данным журналистов, зарплата студентов, участвующих вот в производстве дронов, зависит от выполнения плана. В среднем они получают 30-40 тысяч рублей в месяц. При этом учащиеся рассказывают, что иногда им приходится работать по несколько дней практически без сна и еды. На вопрос, почему студенты не выступают против такого отношения к ним, один из них ответил, все боятся, мне вообще нельзя этого говорить. Руководство нас очень сильно запугивает по этому поводу. Одна из студенток рассказала журналистам, что учащимся запрещено разглашать информацию об Алабуге, поскольку это предусмотрено договором об обучении. В случае нарушения условия этого документа студент вынужден будет заплатить от полутора до двух миллионов рублей, говорится в расследовании. Никто ничего не говорит и не скажет. Я сейчас тоже достаточно рискую, потому что у нас везде и камеры, и прослушки, и чего только нет, но в принципе мне на самом деле не страшно, потому что я понимаю, что то, что происходит здесь, полная жей, сказал один из учащихся. Студенты утверждают, что от сборки дронов отказаться нельзя. Нам все это, в принципе, очень сильно не нравится, но уйти с проекта невозможно. Ты либо отчисляешься, либо сидишь на проекте, сказал один из студентов. Другой студент сообщил, что у всех, кто занят производством дронов, служба безопасности Алабуги отбирает телефоны перед началом работы и просматривает переписку, в связи с чем была куча отчислений за распространение информации. При поступлении в колледж родители учащихся подписывают документ, который обязывает выплатить крупную сумму денег в случае отчисления. Учащиеся по специальности юристы и экономисты должны выплатить 420 тысяч рублей. На других направлениях сумма выплат составляет около 170. Алабуга полностью ломает человека и строит из него того, кого хочет видеть руководство, сказал журналистам один из студентов. В колледже регулярно проводят соревнования по пинболу. Цель пинбола отсеять слабаков и сопляков на первоначальном этапе. Они должны отчислиться сами. Студенты должны страдать. Им должно быть больно, цитируются в расследовании слова заместителя гендиректора Алабуги Сергея Алексеева. Как пишут журналисты, проигравших в игре заставляли бегать вокруг колледжа или рыть окопы. Там жестоко наказывали, могли просто расстрелять теми же шариками. Вообще это очень больно, особенно для тех, у кого кожа чувствительна и синяки долго проходят. Вот у меня за неделю они не проходили, рассказывала бывшая студентка колледжа Настя. Имя изменено. Другая студентка сказала, за отказ участвовать могли вызвать на разговор к Эйчару, работнику отдела кадров. А если вызывают на разговор к Эйчару, то это страшнее смерти. Лучше уж расстрел, сказала она. По итогу, что мы умеем? Мы имеем просто, ну, что-то невероятное. Мы имеем особую экономическую зону, которую превратили в гигантский полигон по строительству дронов. Гигантский, там, сто тысяч квадратов. Да, это деревня по производству дронов. Кадры, которые мы видим, вот эти шахеды снимаются, висящие, как, не знаю, как хамон. Это, скорее всего, оттуда. Да, то, что они показывали. Там производят эти самые шахеды. У шахедов есть только одна цель. Шахеды запускаются для уничтожения украинских городов. Они регулярно прилетают по жилым домам, они регулярно прилетают по объектам инфраструктуры. Это террористическое, фактически, оружие. По крайней мере, используется оно России для террористической тактики. И производят все это подростки, которых там фактически психологически ломают для того, чтобы они продолжали терпеть унижения и для того, чтобы они продолжали производить оружие, оружие для убийства. И вот туда прилетел украинский дрон. Это не общага. Это общага на военном объекте. Это общежитие, в котором живут сборщики, оружие, и которые собирают его каждый божий день для того, чтобы как можно больше людей убить в Украине. Ужасно ли то, что эти сборщики это подростки или там совсем юные взрослые? Конечно, это чудовищно, но не надо путать, кто их туда, в эту общагу, поселил. Кто поставил подростков на конвейер собирать оружие для убийства? Кто этих подростков в три смены заставляет каждый день конструировать детали, которые будут отнимать жизни у людей по другую сторону границы? Собственно, это в очередной раз демонстрирует несколько вещей. Насколько беспринципна российская власть на всех уровнях. Я много раз рассказывал, что у Миниханова вообще, то есть Татарстан, это диктатура в диктатуре. То есть уж Путин-то насколько упырь людоеда диктатор, но Миниханов и его умудряется переплюнуть периодически. И это как раз один из ярких примеров. И самое поразительное, знаете, что они прям гордятся этим. Ну, то есть они сами про все это рассказывают. Они сами рассказывают. Типа, смотрите, как круто, у нас студенты здесь делают вооружение. Им уже плевать на законы, на конституцию, на то, что они там вообще с этими детьми делают. Всем наплевать. Родители боятся, дети боятся. Окей, подростки, да, я не хочу называть их детьми, потому что это, ну, спекулирование, да. Все-таки, когда мы говорим детям, мы представляем каких-то, там, ну, не знаю, у станка стоит какой-нибудь семилетний парень, пытающийся закрутить. Не, подростки, 16-17 лет, ну, то есть, типа, уже почти, считайте, взрослые ребята. Да, там, я в 16-17 лет уже, как бы, не знаю, к ЕГЭ готовился и вообще жил, что называется, полной жизнью. Тем не менее, все равно, это буквально люди, у которых, понимаете, у которых нет возможности полного спектра механизмов защиты. Да, у многих совершеннолетних тоже не бывает его, но здесь это по умолчанию так устроено. И вот, теперь прилетает дрон, и они заламывают руки и рассказывают, что же вы бьете по нашим несчастным студентам. Так кто их сделал несчастными? Кто их поставил дроны пилить? Кто им общаги там на том же месте делает? Вот цех, вот общага, прям рядом. Потому что, ну, не думали, не думали, что Украина и получится. Не думали, что Украина и получится дроны, которые смогут долететь. Понимаете, это вот вообще вся история с российским вторжением. На каждом его этапе и российские солдаты, и российские генералы, и российское общество думает, что война будет там, а нам ничего не будет. Что там будут убивать, наши мальчики будут убивать там людей, а мы будем спокойно жить, радоваться и веселиться. Понимаете? И они все так... И когда начинают прилетать ответки, когда начинают идти какие-то обстрелы Белгорода, когда летят дроны по НПЗ, когда летят дроны по Москве, когда прилетает дрон в Кремль, когда летит дрон в Татарстан, они начинают причитать Анаста за что? Потому что они надеялись, что там людей будут убивать, что там будут все проблемы, что там война коснется. Она пришла в Россию в виде боев в Белгородской и Курской области, в виде беспилотников, которые летят по российским объектам топливной и военной инфраструктуры, в виде цен, которые растут, и инфляции, в виде мобилизации, которая забрала их родных и близких, и которые уже во многом похоронены и, соответственно, ранены или в плену находятся. Это так работает война в обе стороны. Поэтому не надо сначала делать из подростков соучастников убийств, а потом рассказывать, что же вы бьете по подросткам. Но в любом случае будем смотреть за развитием этой истории, за ударами дронов и за тем, что будет с этой самой Алабугой. По-настоящему проклятое место, которое уже есть, в том числе в американских санкциях. Натурально. Завод с подростками, производящими дронами. Извините, я много раз это повторю, но я, правда, очень давно все думал, как про эту историю рассказать, чтобы передать мой диссонанс от реальности, сколько я повидал, диссонанс от реальности вот с этим местом проклятущим абсолютно. И думаю, что сегодня это как раз стало наглядно видно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok